Всем привет, на связи Мабу, и мне тут задали очередной, не обижайтесь, но довольно-таки глупый вопрос. Он возникает всегда только у новичков, и я всегда вижу это сразу, я вижу по этому вопросу, чем человек реально занимается в андроид-разработке, то есть какие он шаги уже предпринял для того, чтобы стать андроид-разработчиком. Начал ли он что-то делать, или он еще ничего не начал делать. И когда я вижу этот вопрос, я понимаю, что передо мной человек, который, в принципе, откладывает, скажем так, честно говоря, давайте скажем, откладывает изучение андроид-разработки, занимается изучением, скорее всего, видеоконтента на ютубе, или просто статей, и ищет легкого пути, или правильного пути зайти в андроид-разработки. И он встречается с такими людьми, которые, скажем так, продвигают такую версию, что нужно сначала выучить Java, а потом уже выучить Kotlin для изучения андроид-разработки. И у таких людей есть причина, почему они так говорят. Во-первых, потому что они сами пишут на Java, и не хотят переходить на Kotlin, потому что они не идут в ногу со временем, это, скажем так, устаревшие программисты. Вторая категория, которые это делают, это те люди, которые обожглись уже на том, что мы изучали Java, писали долго на Java, и тут пришел Kotlin, и пришлось переучиться. Им не хочется так, чтобы современные андроид-разработчики шли уже по правильному пути, с помощью применения языка Kotlin. Они хотят назло всем новичкам, чтобы все новички, зайдя в андроид-разработку, прошли их такой путь с длинной петлей, чтобы они не быстро вкачали, и чтобы они не быстро вошли в андроид-разработку через Kotlin, и уже, скажем так, даже составляли какую-то небольшую конкуренцию на рынке, разрабатывая свои продукты, а чтобы они несколько лет, скажем так, поигрались в андроид-разработчиков. И третья категория людей, которые пропагандируют этот подход, это люди, которые, собственно, продают курсы по андроид на языке Java, как бы вам странно ни казалось, но такие же тоже есть. Поэтому это очень такое важное заблуждение, и я решил снять видео на эту тему. Итак, вопрос звучит следующим образом. Поможет ли Java в изучении Kotlin, и приблизит ли знание Java к освоению андроид-разработки? Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком, и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем, и, конечно же, настоящем, в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству, по профессии андроид-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид-разработчик» за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид-разработчик» за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, вопрос звучит так. Говорят, что лучше выучить Java, а потом Kotlin. Так будет легче. А вы говорите наоборот. Так как действительно легче? Вопрос интересный для всех новичков. Обязательно для всех новичков. Но человек, который хотя бы попытался пойти, слушая логику, слушая разум, и посмотрел слегка на Kotlin, да, посмотрел на основные принципы Kotlin, ну, на основном синтаксисе, и попытался с помощью этого синтаксиса сделать самые базовые вещи в андроид-разработке, вообще базовой, работа с виджетами, обработка таба по кнопке. Этот вопрос у него сразу отпадет, потому что он посмотрит на код, который он написал на Kotlin, и посмотрит на код, который он тоже самое реализует на Java. И у него возникнет вопрос, а нахрена мне вообще эта Java нужна тогда? Если официальным языком является Kotlin. Я вам напомню, что Android, это площадка, принадлежащая Google. Google несколько лет назад сказал, основным языком под андроид-разработку является Kotlin. И все самое первое, что будет все новые технологии выходить под андроид-разработкой, мы будем выпускать на и под язык Kotlin, ну, а потом уже под Java. То есть, идя по пути Java, вы сразу отрезаете от себя все новые технологии. Но это не самое главное. Представьте себе, ладно, давайте, аналогия. Вы хотите устроиться работать в иностранную компанию. Вам сказали перед собеседованием, чтобы устроиться в эту иностранную компанию, вам нужно знать английский. Ну, что, естественно, вы должны как-то коммуницировать с иностранными коллегами англоязычными. И тут у вас возникает вопрос. А правда ли, что для того, чтобы заговорить на английском языке, я должен выучить русский или китайский, любой другой язык? Теперь проведите аналогию с этим примером и с тем примером, что вам нужно изучить сначала язык Java, а потом язык Kotlin. Хорошо, давайте максимально еще больше приблизим пример. Вы также хотите устроиться в иностранную компанию. Там в основном работают англоязычные ребята и ребята с Азии, скажем, с Китая. Но все они ко мне не коммуницируют между собой на английском языке. И вы задумывались, ну, там же знают и китайский язык, и английский язык. Ну, хорошо, что они все разговаривают на английском языке. Но чтобы их всех лучше понимать, я выучу сначала китайский язык, а потом английский язык, а потом пойду. Вы представляете, а потом пойду работать в эту компанию. Вы представляете, каким бредом это попахивает? Очевидным бредом. И здесь такой же бред, но который очень сложно рассмотреть начинающим разработчикам, потому что, опять же говорю, три категории людей. Одни, которые хотят, чтобы вышли дольше и не составляли конкуренцию на рынке. Вторые, которые хотят продать вам свой курс по Java. А третья категория программистов, которые просто не хотят идти в ногу со временем. Они как выучили давным-давно Java, так на ней и пишут. Да, Java незаменима в Enterprise разработке, но в Android разработке все. Нужно писать на Kotlin. Что будет, если вы пойдете по пути? Начнете с Java. Что будет? Вы сначала зайдете. Вы был по самым оптимистичным прогнозам. 6 месяцев, от 6 месяцев до года вы будете изучать просто Java. Потом вы изучите Kotlin. В принципе, при правильном подходе. Если вы будете, понимаете, просто если мне человек задает такой вопрос, то, скорее всего, человек занимается самообучением. У него нет четкого плана, как обучаться нужно. Нет четкой стратегии, как это нужно делать. И поэтому, скорее всего, он будет тратить очень много времени на обучение. Да, у меня ребята обучаются за 3-6 месяцев. В зависимости от того, сколько времени выделяют на обучение. Но, скорее всего, год Java будет хорошо, оптимистичный. Полгода Java, 3 года Kotlin уже 9 месяцев. И Android разработка, если он будет сам изучать, я говорю, я сам изучал полтора года Android разработку. Поэтому там погрязнете просто так. И потом придете к тому, что все нужно писать на Kotlin, а Java вообще-то другое. И зачем вы учили эту Java, непонятно. А если вы сделаете по-другому, опять же, план обучения у меня есть на сайте моей обучающей программе. Берете и делаете. Много видео уже снял по этой теме. Заходите, изучайте быстренько Kotlin. Самый новый, самый синтаксис, который просто нужен. Переменные, условные операторы, функции, циклы, работа с массивами, основа OP. Все. Там классы, создание объектов, интерфейсы. Самое основное. Берете, идете, изучаете основы Android. Просто activity, фрагменты, создание, работа с виджетами, переходы. Все вот самое основное. Изучаете UI, пошли дальше базы данных, работа с сервером и инъекцию зависимости. И берете, изучаете архитектурный паттерн BVM. Все. Максимум 6 месяцев. Максимум. Мне нужно годами сидеть. Максимум 6 месяцев. Тут еще есть такой аргумент. Java поможет в лучшем понимании Kotlin. Поможет ли знание языка Java в изучении другого языка Kotlin? Поможет. В той же мере поможет знание языка Swift или языка Python. Знание любого языка, программирование поможет в изучении другого языка. В какой мере поможет? Вы знаете структуру языка, потому что структура языка у всех одинаковая. Или вы будете знать, что изучать в этом языке. То есть вы знаете уже раздел. Ну, собственно, что я сказал. Перемены, условные операторы. Массивы, циклы, перебор массивов через эти циклы. ОП. Ну, здесь на функции, конечно. Функции простые. Функции с вызовом. Функции с возвратом значения. Функции с аргументами. Функции с аргументами по умолчанию. Многое другое. И ОП. Да, то есть классы, объекты, интерфейсы, наследования. Это все в языках, во всех структурах одинаковое. Знание любого другого языка вам упростит изучение Kotlin. Потому что вы будете знать, куда смотреть. Но знание фактически языка, одного языка, не поможет вам почти на автомате выучить другой язык. Как многие нам говорят. И лучше понять что-то конкретного языка. Знание в принципе языков программирования облегчит вам изучение. Я свой первый язык программирования изучал несколько месяцев. Здесь последующие языки программирования я изучал от двух недель до месяца. Потому что зная один язык программирования, ты сможешь быстренько изучить другой. Потому что ты знаешь уже структуру. Из опыта я просто изучал PHP. Хотя к нему можно по-разному относиться. Python, Java, Kotlin, Swift. Ну в принципе это все. А, ну и JavaScript конечно. И у меня есть опыт в изучении языков программирования и их применении. Ну естественно фреймворки все эти знаю, которые используются на этих языках. Которые я применял на практике. И я вам хочу официально, авторитетно заявить. Что знание фактически одного языка не даст вам автоматическое понимание другого языка. Все что даст вам знание другого языка, это понимание что учить в другом языке. Собственно, зная любой язык программирования, вы будете знать что учить в Kotlin. Но есть свои нюансы, есть свои особенности. И конечно же знание языка Java не приблизит вас к пониманию Kotlin. Потому что там многое что по-другому. Опять же, если мы смотрим на Android разработку, есть RIG Java, да, реактивная Java. А в Kotlin есть корутины, которые применяют повсеместно. Вот и все. Это просто пример. Допустим тот же MVVM очень круто реализован с помощью корутины через VueMодулы в Kotlin. Просто допустим та же библиотека через работу, с которой мы работаем. Локальная база данных SQLite, которая называется RUM. Она очень круто работает на языке Kotlin. То же самое с начинающим Android разработчиком. Если человек заходит в Android разработку и хочет изучить, освоить эту профессию, знание изучения Java его только запутает. Просто запутает. Для того, чтобы просто зайти и нормально начать изучать профессию и стать, скажем так, джуниором своей профессии в оперативные сроки и сделать это качественно, написать нормальный, чистый, хороший код. Все, что нужно сделать, зайти, изучить основы синтаксис, ну синтаксис Kotlin плюс OLP на Kotlin. Пойти изучать основы Android. Опять же, программу все можете посмотреть на сайте, ссылка в описании. Пойти поизучать базы данных, работа с сервером, основные библиотеки, тот же Dagger или Coin, Retrofit для работы с сервером. Да, можете для работы с изображением посмотреть на Пикасто, ну и там погуглить или посмотрите мои видео, потому что должен знать Android разработчик. И все. И вперед пошел писать, а лучше параллельно иди пиши мобильное приложение, чтобы были свои проекты, чтобы было показать, чтобы было показать на собеседовании или потенциальному заказчику и все. А вам же советуют идти по следующему пути. Иди изучай Java от 6 месяцев до год. Потом иди изучай Kotlin. А потом уже иди к основам Android. А потом, а то, что потом уже не будет, потому что ваш мозг будет сопротивляться, и все скажете, нахрена мне это надо. Я делаю, 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 а результата никакого нету. Вы просто выгорите. И вы не видите очевидного. Один язык, один подход через Kotlin напрямую быстро, ну не как быстро, в реальном понимании быстро, нормально быстро, ваш мозг не успеет еще сопротивляться, и не начнет сопротивляться, не буду говорить, нафига вам это все нужно. И такой путь довольно нехилым крюком через Java. Java нужно в Enterprise. На бэкэнде, где жесткий Enterprise делают, там нужно Java, она там незаменима. В Android разработке все, это время прошло. Те люди, которые используют Java, Android разработки, они просто устарели, уже морально. Им у них сил не хватает что-то новое изучать, либо еще что-то. Но у меня нет объяснения, почему они пишут на старых технологиях. Это то же самое, что вы сейчас пойдете смотреть фильм не в интернете, не в официальных онлайн кинотеатрах, в том же Кинопоиске, да, ну или в любом остальном там. А пойдете искать себе видеокассету поставить. Давайте мы подвозьмем, давайте сейчас мы не будем смотреть все фильмы через сеть в официальных онлайн кинотеатрах или просто в онлайн кинотеатрах, а просто пойдем, купим себе видеомагнитофон где-нибудь на барахолке, найдем все старые видеокассеты и будем смотреть. Но это вообще бред. Вы чувствуете, каким бредом это все попахивает? Идти по прямому пути или идти по пути с крюком нехилы? Ну это абсолютно, я считаю, это идиотизм. Я надеюсь, что меня смотрят адекватные люди, которые адекватно понимают, что нужно делать. Итак, ответ, главный ответ на вопрос, что лучше выучить, Java, а потом Kotlin или сразу Kotlin? Изучайте сразу Kotlin, не занимайтесь ерундой. Как только начнете делать что-то хотя бы первое, фактическое, хотя бы нажатие на кнопку и переход на другой экран с передачей значения и просто попробуйте еще это посмотреть в интернете, как это делается на Java, вы поймете разницу и поймете, что нужно делать. Это эти вопросы, Java или Kotlin, или еще Jetpack Compose сейчас можно использовать. Тоже люди задают вообще странные вещи какие-то. На этой серии, когда человек не занимается реальной разработкой, или хотя бы не обучается реальной разработке, занимается ерундой, просмотром видео или просмотром статей, изучая чужие мнения. Берем, изучаем конкретную технологию, применяем в реальном проекте. Идем, для вас на данный момент, идем изучаем дальше, пишем. Сделайте вокруг себя вакуум, чтобы вам никто не засорял мозг. Приоткрывайте этот вакуум, когда идете изучать новые технологии в интернет или на курс. Изучили что-то, взяли, вакуум захлопнули, проработали, применили. Пишите уже на том, что знаете. Если нужно что-то новое применить, вакуум открыли, пошли, нашли, как это можно реализовать, притащили, вакуум закрыли, проверили, применили. Пошли дальше. Не позволяйте другим засорять вам мозги и вести вас по неправильному пути из-за чужой глупости или, возможно, какой-то зависти к вам. В том, что вы можете идти по более простому пути, с чем они ишли ранее. И не заставляйте вам делать то, чего вы не хотите. Или чего не стоит делать. Ну, грубо говоря, так. Поэтому изучайте Kotlin. Ну, а если хотите быстро освоить профессию Android-разработчика, то вы можете записаться ко мне на курс. Все денежек не хватает на премиальный пакет. Всегда есть бюджетный пакет. И, собственно, у меня рассчитана оплата. Можно оплатить хоть помесячно. Никто на рынке таких условий не предлагает. Потому что боятся, что вы не придете больше далее со второй оплаты на следующий месяц. Поэтому я предоставляю именно помесячную оплату, чтобы снизить у вас все риски. Вот как-то так. На связи был обучающий проект Mabu. Это было несколько минут выхлопа моей ярости по поводу вопроса, который люди задают, 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 задают. Уже и видео снимал. Ну, наверное, по второму кругу нужно снимать видео. Поэтому изучайте реальную Android-разработку и не занимайтесь ерундой. Все. На сегодня у меня все. До встречи. Всем пока.